Работы на Климовском мосту через Волгу вышли на финальный этап. Ход строительства на выездном совещании с участием всех подрядчиков и надзорных органов проверил губернатор Дмитрий Азаров, чтобы оценить текущий этап работ и определиться с планами на ближайшее время. Как сообщил губернатору Дмитрию Азарову, управляющий проектом Тольятти, АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков, сейчас ведутся активные работы по установке освещения. 80% мачт уже стоят на пролетных строениях. Полностью осветить Волжский мост планируется в ближайшие недели. «Смонтировали деформационные швы, то есть уложили асфальт, смонтировали барьерное ограждение, у нас тут веки, но есть другие, поэтому я сегодня вижу, что мы идем абсолютно в этих местах намечены. Задач очень много еще». Новый объект соединит не только два берега Волги, но и станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Строить мост начали в декабре 2019-го. Это проект государственно-частного партнерства. Протяженность переправы составляет 3,75 километра. На мосту будут 4 полосы движения с расчетной скоростью 120 км в час. «Финальная стадия работы по всей трассе. И здесь на мосту вы видите, что если в прошлый раз мы здесь фиксируя стыковку мостового перехода, соединяющий правый и левый берег, могли только подняться на мост пешком, а потом проехать, то сейчас все, готовы уже и заезды на мост, мы спокойно, комфортно уже заехали сюда. И стадия готовности в целом трассы и моста уже вплотную приближается к 98%. Срок сдачи моста осенью текущего года, но, возможно, движение по мостовому переходу через Волгу будет запущено гораздо раньше. Предполагается, что новый маршрут позволит сократить путь до Москвы, избавить Тольятти от пробок, разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, повысит пропускную способность трассы М5 «Урал». Андрей Горгуленко, Виктория Шаре, События.